Всем привет, L-125T это железный шкаф, делают у нас их в Тульской области, город узловая какая-то, вес 29 килограмм, приобрел его себе для хранения документации, для различных бумаг, для ценных вещей, когда в доме есть маленькие дети, нужно от этого уберечь. Понятно, что от грабителя он никак не спасет, если кому надо, вскроет все что угодно, но для дома сам о том. Итак, смотрите, он весь запакован, первая распаковочка. Давайте его. Ключ пишут здесь. Итак, вот такая вот железная дверка, сделана в России. Здесь разберем. Так, документация модели идет, кому надо. И здесь у нас с вами висит ключик. Ключи идут. Два на сейфовую ячейку и два ключа идут на внутреннюю. Ну вот, более-менее уже будет спрятано. Честно скажу, как-то замок как-то, ключик как-то там вот так вот, не очень как-то. Уверенно действует. И ключик у нас второй от сейфового ячейки. Здесь довольно-таки удобно хранить денежки, которые вы будете когда-нибудь накапливать. Я так понимаю, тут можно разные уровни, либо большое количество полок. Визуально он Вроде целый. В царапин ничего такого не видать. Немножко какие-то небольшие потертости есть при транспортировке. Так, и это я понимаю, можно будет к стене прикрутить. И мне еще интересно, если... Крепежи, да, есть. Так, странно, почему-то два всего. Два крепежа идут непосредственно для... Два отрезка, как назовем. Для того, чтобы прикручивать его к полу. Это, конечно, не оружейный шкаф. И вот плохо, что нет ручки. То есть сейчас, когда она просто прикрюта, мне нам придется пользоваться ключиком, чтобы открыть. Да. Значит, пока. Вот такой вот неплохой шкафчик. Попробую сейчас разобраться в полочке. И так, что же тут придумать-то? Как же это просто? И... А? Вот как. Все. Все было просто. Теперь что-то где-то на какой полочке, чтобы страница. Я думаю, сам оптимально будет. Вот таким образом у нас тут по высоте как раз идет размер папок, знаете, таких вот офисных. Для хранения как раз документации бумаг. Вот такой вот шкафчик. Кому необходимо, приобретайте. Модель у него SL-125T. Металлическая мебель Айка. С доставкой сюда он мне вышел 7540 рублей. Всем удачи. Пока-пока.